Симметрии бабушкин Алексей Николаевич, Васькурский Владимир Олегович, то есть эти люди, преподаватели. Видимо, будет читать Эдуард Кузнецов, астронома, физики, возможно, Шур Владимир Яковлевич, Германенко Александр Викторович, это зав. кафедрой компьютерной физики. И у вас будет клиент из Италии. Договорились человек. Это кафедра компьютерной физики. Наш, который работает там, поэтому он вам прочитает на русском языке. Так вот, до 19 октября это идет. Сегодня я прочитаю вам лекцию, а потом пойдут каждый читать определенные. С 26 числа каждый из вас выступит перед нами. Вы запишите себе. 26 октября начнется у нас вообще курс до 16 ноября. И поэтому каждый на 20 минут сделает доклад. Причем доклад сделает, ну как бы я сказал, в представительном виде. То есть будет проектор. Вы должны его сделать на флешке. Ну то есть представить. 20 минут вам на выступление, 10 на обсуждение. Тут будут сидеть все, я надеюсь, тут будут все 26. Потому что я еще раз говорю, вы передайте всем. Тем, кто ходить не будет, никакого зачета. Два. Пропуска. Проблема. То есть сейчас это жестко. Каждый преподаватель будет отмечать, вот я вам даю ведомость, посещаемость. Значит, ну естественно, 26 человек мы не пропустим. У вас 26, 2, 9 и 16 ноября. Вот, вы подумайте, поскольку нет людей, я не могу сказать, кто как пойдет. Вот, но для себя я уже примерно набросал людей, которые, ну, могут идти вместе. Ну, я пока не могу сказать точно походили, поскольку их нет, я не могу за них говорить. Но просто вы должны довести до их сведения, что 26 эти люди начнут. Давайте сначала я отмечу людей, которые сегодня здесь. Ну, давайте уж вы говорите мне. Наоборот. Кто, кто есть? Волков Константин. Да, придут еще. Волков Константин. Раз. Ну, а не могу. Сегодня еще неожиданно аудиваюсь не будет. Да, неожиданно. Ну, да, имейте ввиду, только в этот раз. Да. А дальше мы будем читать там 429-й. Ну, по крайней мере, нам так обещают. У них там какие-то... Так, ну, вот. Писцел. Майкова. Так, это все магнитные явления? Нет. Да. Конденсированные. А, да. Конденсированные. Да. Еще. Магнитные явления. Так. Макара. А, я на пару ты идешь? Ага. Терфизика. Да, да, да. Ты на пару ты идешь? Терфизика. Да, да, да. Ты на пару ты идешь? А, ну ладно, давай. Ну, вот. Конденсированные среды 4 человека. Терфизика. Терфизика. Хотя, вас 11. Терфизика. Терфизика. 26-го. Терфизика. 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 4 человека и астрономы астрофизики. Как вы на это смотрите? Нормально. Нормально? Да, конечно. То есть, вы вместе, вы передадите всем этим 4? Ну, троим передам, 4-го я не знаю. Ну, вернее, я его вижу, как… Макаров, Проценко, Слабушиков, Кумеренко. Да, я их знаю. Нет, этого вообще не знаю. Первый раз пришел. Остановите, да? Ну, по крайней мере, троим мы передадим. Итак. 26-го. У вас выступление. Угу. Так, а астрофизиков у нас нету, да? Два человека. Да, они вообще есть. Гладышев и Овсянникова. Гладышев и Овсянникова. А? Девочки и Гладышева. Гладышева, да, и Овсянникова. Овсянникова я знаю. Я Гладышева. Ну да, рассказывай, Гладышев, скажем. Вы записали? Да, нет. Гладышева и Овсянникова идут 26-го. 2-го числа. Магнитное явление. 6 человек я предлагаю значит подойдет магнитное явление волков и ниши дальше кабахидзе кузнецова сотника и у русла шесть этих они пойдут следующем вот шесть человек которые идут 2 9 магнитное явление остатки это шубина и щепанова 9 числа кто-то с молекулярно физики знает понкина василий он один и так он василий он идет уже 9 и конденсированное состояние и конденсированное состояние это владимирова гирюшкин и калмакова и 16 числа идут остальные 8 конденсированное состояние майкова матвеева нового пенегина песцова суслов чувакова и шлук ну вот так значит проходит ваше выступление мы обсуждаем этих людей ну и впоследствии ставится за счет по непосредственно по то присутствовал как докладывались но тех кто не докладывался или в мой маларе ну не готов был еще что-то ну не будет в качестве дополнительного не будет сдавать вот то что будет читаться преподавателем значит что я вам хочу рассказать на кафедре молекулярной физики занимаются различными проблемами вот одна из проблем которая рассматривается у нас на кафедре это проблема лазерной газокинетики то есть это наука нас это раздел физики на стыке взаимодействия квантовых генераторов и соответственно газовой серии фактически лазер были созданы получили новые скупения конец 50-х годов начало 60-х годов создание лазерного а в 1964 году значит лазер прокра и таунс получили новые скупения для создания квантовых генераторов то есть генераторов которые индуцируют вынужденное включение с тех пор были созданы многие типы лазер начиная от твердых лазеры на красителях и кончая эксимерные лазеры эксимерные лазеры то есть лазеры на сложных молекулях то есть твердые тельные есть газовые есть лазеры жидкостные и есть газовые лазеры типа эксимерных лазеров ну и гелий неодного лазера наиболее часто распространенные которые вы хорошо знаете у вас был фактического лаборатория приезли воде чем интересен лазер в основном он интересен тем что он создает первое высокую конкурентость он создает высокую например монотраматичность высокую конкурентность и сильную яркость То есть возможность передачи энергии в узком спектральном диапазоне. Взаимодействие с веществом. Атом вызывает резонансные переходы между атомами этого вещества. Вызывает резонансные переходы между атомами этого вещества и малибронии. Что приводит к появлению новых эффектов. Что приводит к появлению новых эффектов. Вещество резко меняет свои свойства. Вещество резко меняет свои свойства. И воздействует на само излучение. То есть здесь взаимодействие двух средств. И газовой, и лазерной среды. То есть и излучение, и самой среды. Мы рассмотрим с вами взаимодействие лазерного излучения. Вот этого сильного, реглиентного излучения на газовую следу. На газовую следу. Поэтому и называется лазерная газогенетика. Взаимодействие лазера с газом, особенно когда он резонанс, меняет заселенности атомов и молекул. Итак, взаимодействие лазера с молекулами газа меняет населенность атомов и молекулами. То есть атомы и молекулы переходят в возбужденное состояние. Возбужденное состояние. Возникает неравновесность. Это самое важное. Возникает неравновесность по внутренним степеням свободы. Возникает неравновесность по внутренним степеням свободы. Или по внутренней энергии. сколько взаимодействует между собой то это неравновесность поскольку сталкиваются это неравновесность передается и на поступать а это в свою очередь приводит изменению макропараметров газа то есть термодинамических величин термодинамический давление температуры концентрации так вот одним из таких эффектов взаимодействия лазерного излучения с газом является эффект свет индуцированного древа одним из проявлений взаимодействия лазерного излучения с газом является эффект света светоиндуцированного вместе пишется светоиндуцированного древа светоиндуцированный древ его называют светоиндуцированного древа или по-английски light induced он заключается в том в общем он заключается в том что указывает смесь при облучении его лазерного излучения могут возникнуть могут возникнуть при определенных условиях это важно могут возникнуть при определенных условиях движение компонент этих этого этого газа относительно друг друга может возникнуть движение компонент этого газа относительно друг друга так вот явление светоиндуцированного дрейфа мы посмотрим наше не только но в качестве одного значит в общем случае при термодинамическом равновесии все частицы газа двигаются хаотически равновероятно и длина свободного пробега у каждой то есть в нашем условиях при термодинамическом равновесии длина свободного пробега это расстояние которое пробегает молекулы до столкновений с другими молекулами и вот это расстояние все время одинаково для всех молекул которые находятся в тепловом равновесии будем предполагать что существует какой-то фактор который вызывает будем предполагать то есть пока мы его не знаем будем предполагать что существует какой-то фактор который вызывает анизотропию длины свободного пробега в газе существует какой-то фактор который вызывает анизотропию длины свободного пробега в газе для простоты будем считать что например для одного для одних молекул вдоль оси длина свободного пробега будет ну давайте так так а для тех молекул которые движутся против оси x длина будет lx минус итак для данного сорта частиц в одном направлении одно в другом другое после фактически молекула которая обладает такими свойствами обладает определенным смещением в россии которое равняется lx плюс минус lx минус атом или молекула меняется сон управления в результате столкновений если у нас происходит после первого столкновения после первого цикла вот такое изменение то есть смещение молекулы в доли си x то после ню столкновения скорость молекулы или скорость дрейфа у x может быть как ню lx в плюс минус lx итак ню это частота столкновений то есть только раз происходит смена направления молекулы в доли си x но вообще говоря такое предположение было сделано а эффект светофуцированного трейфа было в 1979 году в 1979 году группа ученых из Новосибирска гель-муханова и шелагин гель-муханова гель-муханова и шелагин это институт автоматики и электрометрии сибирского отделения автоматики и электрометрии сибирского отделения академии на то есть СОА а в восьмидесятом году у них этот эффект был предсказан в 1979 восьмидесятом он был доказан и дальше пошли огромное количество работ не только здесь но и по всему миру то есть это пожалуй это было открытие это было открытие и поэтому через некоторое время или через шесть они его зарегистрировали и так спрашивается что же это за фактор который может менять направление длину свободного пробега в определенном направлении казалось бы таких факторов практически нет чтобы молекулы в одном направлении двигались они имели одну длину а в другом направлении те же молекулы имели другую длину свободного пробега да действительно это возможно когда тело действует какие-то силы значит отметьте себе что движение в определенном направлении движение в определенном направлении существует для газовой следы движение существуют для данной среды если она находится во внешних полях если находится в гравитационном электромагнитном но это воздействие происходит обусловлено силой гравитации силой гравитации или силами кулона или образ но оказалось состоящий из буферного наградовая смесь состоящий из буферного и поглощающего газа буферный газ это газ который не поглощает излучение воздействует резонансом лазерным излучением то компоненты поглощающего газа начинают явиться относительно буферного с разными длинными пробега начинают двигаться относительно буферного с разными длинными пробега возникает 3 поглощающего газа как целого возникает 3 поглощающего газа как целого почему же внутри все таки возникает но вы знаете что энергии в атомах квантованы то есть если энергетическую характеристику рисовать то в основном состояние сначала все молекул находится на основном то есть большинство по крайней мере значительное большинство то есть концентрация н ноль к н один первый возбужденный уровень много больше единицы то есть распределение частиц по энергиям определяется состоянием уровне или уравнением больсмана который дает примерно распределение вот распределение частиц вот концентрация распределение частиц по энергиям в основном состоянии фактически все молекулы или все атомы находится в основном состоянии в первом возбужденном находится очень маленькое количество равновесия дальше вообще ничто как правило выбирается излучение резонанс на какие-то уровни например выберем в качестве для понятия чтобы 0 и 1 то есть излучение частотой омега распространяется так что она возбуждает переходы с основного уровня на 1 и с первого на 0 и с 1 резонанс только между двумя уровнями для этого и нужно лазер чтобы было монохроматично чтобы энергия точно попадала между уровнями то чего не может невозможно добиться обычного освещения то есть обычная лампа то чего не могли сделать ни столетов ни лебедев ни фриш то есть тогда когда не было лазерного излучения и так резонанс между первыми двумя уровнями относительно других уровней излучения никаким образом не возбуждает там все остается точно так же поэтому переходы существуют только между этими двумя уровнями атом возбуждается и переходит в первое возбужденное состояние находится там определенное время и снова можно спускаться вниз и так отметьте себе возможно два варианта при резонансном поглощении при резонансном поглощении атомы с основного уровня переходит на первое возбужденное переходит на первое возбужденное живут на этом уровне некоторое время время жизни а затем спонтанно спа затем спонтанно могут перейти с первого на основной то есть обратно спонтанно это важно то есть что значит спонтанно в любой момент времени который никто никогда не скажет спонтанно самопроизвольно перейти с первого на возбужденный или за счет вынужденного излучения перейти обратно с первого на нулевой то есть возможны два варианта индуцированная вверх дальше спонтанно вниз или индуцированно вниз два варианта вынужден дальше есть вынуждена вниз за счет вы же резонансно подбираете излучение такое чтобы она возбудила только вот эти два уровня все остальные они конечно через какое-то время там вообще ничего фактически нет они действительно через какое-то время могут перейти на нулевой или на первое их очень мало насколько мало что эффект они не портят бесконечно мало на первом то их ничтожно а уж на этом втором на третьем вот такие могут быть варианты что это значит что тело что атом живет определенное время давайте это то поставим это значит что вот этот уровень который возбужденный уши лент то есть принцип неопределенности существует если а там живет время дельта т дельта тау то уровень 1 является уши то есть его энергия не определена . его энергия точно не определена это значит что а там имеют такое распределение по энергии то есть он уши ли вы имеете ввиду что когда мы рисуем с вами полосочки это идеальный случай которого нет реальности так всегда есть определенная вероятность когда самая большая вот здесь а дальше он тоже такой же уши ли мы все остальные точно так же 1 нет и так это уши ли не характеризуется вот это уши ли не характеризуется величиной давайте я вот так называемая константа радиационного распада первого константа радиационного распада это фактически первый коэффициент эйтштейна у вас это было должны были вводить вам то есть спонтанный распад коэффициент эйтштейна есть коэффициент эйтштейна спонтанный а есть вынужденный они связаны между собой в квантовой механики у вас вот этот официент эйтштейна размерность у него секунда в минус первую секунду в минус первую умноженное на h даст вам ширину уровня вот это ширина уровня теперь посмотрим что же происходит а там возбудился он захватил квант света но в этом случае чем больше энергии излучения тем атом переходит на более высокую то есть а там переходит вот не возбужденном состоянии это где-то вот так а если перевести возбужденное состояние электрон внешний перейдет на более дальнюю орбиту и в результате у вас оказывается что эффективный размер атомов изменились вы понимаете у вас сначала а там поглотил размер атомов средние эффективные размеры если электрон внешне находится на более дальнем расстоянии то у вас эффективное сечение возбужденного атома становится больше чем возбужденным то есть возникает сигма n или сигма 1 неравная сигма 0 то есть не возбужденном состоянии у вас один-то перечень к а поспущенном другой и так обметьте себе что внутренние возбуждения внутренние возбуждения которые происходят при резонансном воплощении воздействии при резонансном воздействии лазерного излучения для резонансного здесь приводит к различным поперечников приводит к различным поперечников эффективных размеров как правило сигма 1 отлично от зима другого больше чем вот главное произошло следующие внутренняя неравновесность передалась на поступательные степени свободы уже поменялись кинетические размеры а что такое разность поперечника разность поперечника чем больше у вас поперечник тем меньше длина свободного пробега то есть мы получаем с вами что для этой сорты и вот этих молекул которые поглотили которые не поглотили мы получаем с вами что длина свободного пробега l1 меньше чем вот что произошло это для возбужденных частиц длина свободного пробега поскольку у них поперечник больше меньше меньше в оглащающей смеси произошло разделение на возбужденные и невозбужденный газ поглотил произошло разделение на бинарную газовую смесь и так возникла бинарная газовая смесь эта смесь состоящая из молекул одинаковая масса но имеющих разные поперечники столкновения а следовательно и длину свободного пробега теперь нам нужна анизотропия то есть ведь не для всех молекул происходит а только для определенного сорта вот здесь нам помогает эффект доплера для возникновения для возникновения анизотропии для возникновения анизотропии длины свободного пробега для возникновения анизотропии длины свободного пробега для части молекул в газовой среде газовой среде не то что используется он просто возникает возникает эффект доплера эффект доплера эффект доплера мы видим в реальности например когда вы находите на станции если поезд двигается на нас то вы слышите более высокий тонн будка а когда поезд отходит от станции то гудок более низкий то есть в зависимости от приемника и излучения возникает эффект доплера возникает эффект доплера излучение излучение которое происходит с чистотой омега ловится частицами газа излучение которое выпускает лазер ловится частицами газа а которое находится в беспорядочном тепловом движений который находится беспорядочным тепловым движениям который находится в беспорядочных тепловых движениях то есть каждый из молекул здесь наставку скорость с какой-то скорость это означает что если вы молекулы не двигалась то резонанс грубо вот таким вот резонанс если частицы по борис мы с вами помните рисовали что между первым уровнем излучения должно быть точно попасть между ними но если частицы вы не двигалось было вот так но частицы движется следовали и чистота которую улавливает приемник приемник этого лего меняется то есть чистота излучения которое принимает когда быть чистота излучения чистота излучения, которую принимает частота излучения, которую принимает движущаяся молекула, которую принимает движущаяся частица в скобках приемника, а отличается от частоты излучения на некоторый сдвиг на дельта, омега, которая равен КВ среднее, где К – это величина, связанная с волновым вектором. Величина К связана с волновым вектором. В – это скорость частицы. В – это скорость, средняя, вот я поставил еще, средняя скорость частицы. КНН – это вектор, куда распространяется излучение. Значит, К по своей величине – это омега в миллионах на С, или 2 кг. Это волновое число, которое обратно пропорционально длине волны излучения. Это окляпная длина волны излучения. В результате, чтобы убил резонанс. Да, вот здесь минус поставьте. Минус. Омега. Вот условия резонанса для движущейся волны. Условия резонанса. Итак, омега – это частота излучения. Вот КВ, или дельта омега, называется доплеровским сдвигом. Доплеровский. Доплеровский сдвиг. А это частота, которая принимает частицы. То есть он принимает омега минус КВ, которая численно равняется резонансному переходу. Отсюда можно заключить, что В резонансно. В резонансно. Среднее – это не что иное, как омега. Минус омега – это один ноль, дельонная волна КВ. То есть с молекулами взаимодействуют не все частицы, а только те, которые обладают резонансной скоростью. В резонансной скорости. Вот это называется омега – это отстройка частоты излучения от центра линии поглощения. Отстройка частоты излучения от центра линии поглощения. Посмотрите, то есть у вас получается так, что омега может быть так отрицательной, так и положительной. То есть если это больше, то есть в общем случае точно подстроиться бывает очень редко. Омега всегда имеет величину отличного от нуля. Она может быть либо это больше нуля, либо это меньше нуля. Отметьте себе, что редко, когда омега равна нулю. В реальности всегда либо омега больше, чем омега один ноль, либо наоборот. Очень небольшой. То есть это величины, я могу так сказать, омега, так относятся к омега или к омеге один ноль. Но это величина намного меньше единицы. Если частота, которая, для того чтобы они были в резонансе, они не должны все равно отличаться слишком. Ну вот эта величина по порядку где-то в районе 10 восьмой, 10 в девять. Сама частота порядка 10 в 16. Это круговая частота. Для оптических переходов. Ну это где-то 10 в 16, 10 в 15. Ну вот так можно доставить. А сами частоты это где-то район 10 в 8 секунду минус 4. Это круговые частоты. То есть омега это 2 пи. 2 пи. Поэтому, как правило, резонанс считается, если отношение, ну, уже меньше, чем одна тысячная. Если даже одна десятитысячная. То есть, поэтому это считается резонансом. То есть я хочу сказать, что существует, помимо чистого резонанса, мы ведь еще должны понимать, что молекула имеет строго определенные переходы. Лазер тоже имеет строго определенные переходы. И лазер на каких-то определенных переходах работает. Подстроиться точно под молекулу – это проблема. Это согласно? Вы не можете создать лазер, который перестраивается по всем длинам полу. То есть таких лазеров нет. Есть лазеры, которые работают в артическом диагнозоне. Есть лазеры, которые работают, ну, например, дилинионовый лазер. Он работает 0,632 нанометра. И все. Перестроить его вы не можете. Что это значит? Это значит, что вы должны подобрать такую молекулу, которая имеет переходы близкие, в длине волны этого лазера. Как можно ближе. Тогда у вас возникает резонанс. Есть лазеры, которые работают в микроволновой области. Это примерно лазер CO2. У него длина волны 10,6 микрометров. У меня диаказона вообще никакого нет? Я сейчас скажу. Да, то есть у них строго определенная длина волны. И вы должны подобрать молекулу под этот пласт. Не для всех молекул это невозможно. Поэтому иначе бы тогда осид нашли у всех. Может быть, он и есть. Для этого нужны лазеры такие. Это первое. Есть лазер на красителе, который я вам написал. Они перестраиваются. У них есть возможность в каком-то диапазоне изменить длину волны. Ну, например, от 400 нанометров до 550 нанометров. Лазер на красителях. Он работает на натрий. Вот он к натрию подходит очень хорошо. Лазер на красителях. Длина волны излучения. Ну, по порядку увеличена 450-550. Вот здесь можно изменить. Да, действительно. Там есть перестройка. Ставят различные зеркала. Ставят различные насадки. Чтобы суметь перестроить. Вот это лазер на красителях. Есть лазеры на эксимерах. Это вообще ультрафиолет. Эксимерный лазер. Это район 300-350 нанометров. То есть, в большом диапазоне длин, волн существуют различные лазеры. Твердотильные работают в одном диапазоне. Жадкости лазера на красителях в другом диапазоне. Есть так называемые, вы наверное слышали, мазеры, которые работают в радио диапазоне. То есть, стараются перекрыть где можно. Где можно. Поэтому, всегда очень сложно подстроиться. И всегда существует вот эта отстройка. Всегда существует вот эта отстройка. Это значит, что существует некоторый диапазон дельта-В резонанса. Дельта-В резонанса. Который примерно равен гамма на х. Где гамма это ширина этого диапазона. Гамма ширина этого диапазона. Вот в этом диапазоне возможны резонансные переходы. То есть, не точно когда омега равна нулю. Не точно когда вот это. Вот это не точно всегда выполняется. А существует какой-то переход. Какая-то ширина диапазона резонансных скоростей. И когда этот эффект приблизительно. Вот здесь можно вот так. Вот так можно поставить. Когда вот это выполняется. Это в идеале, когда они равны. Но обычно в эксперименте это всегда существует определенная неточность. Имейте ввиду. Вот. Поэтому этот диапазон существует. Что такое гамма? Что сюда в гамма входит? Гамма это однородная полуширина линии поглощения. Однородная полуширина линии поглощения. То есть, это тот интервал. Тот интервал резонансных скоростей. Тот интервал резонансных скоростей. Которые испытывают воздействие излучения. Тот интервал резонансных скоростей, который испытывает воздействие излучения. Что сюда входит? Во-первых, гамма-1, то есть это самое маленькое уширение. Тао пролетное, Тао полевое, Тао столкновительное. То есть посмотрите, насколько этот уровень уширивается. А второй Тао-то какой черт? Пролетное, полевое и столкновительное. То есть столкновение между молекулами, это диапазон увеличивает. Полевое, это за счет интенсивности излучения. Это интенсивность излучения. Ну и наконец лазер имеет определенный диаметр. Он не захватывает всю область. Молекула попадая в него, учитывая его воздействие возникает, этого излучения на эту молекулу. Другие молекулы могут не попадать в эту клубу лучше. Поэтому, то есть все, есть какие-то определенные тонкости. То есть если есть резонанс, то это не значит, что у вас прямо точно вы попали, и у вас только эти молекулы возбудились. На самом деле возбуждаются и молекулы, которые имеют скорость рядом с этой резонансой. Тоже есть такое. Вот что касается эффекта. Итак, что у нас происходит? У нас происходит следующее. Молекулы поглощают. То есть все вот это вместе теперь соберем. Молекулы поглощают излучение. Молекулы поглощают излучение. Диаметр, вот так можно сказать, диаметр возбужденных частиц больше, чем невозбужденных. Длина свободного пробега у возбужденных меньше, чем для невозбужденных. Чем для невозбужденных. Это значит, что молекула, которая летит вдоль оси Х, поглощает излучение. Это значит, что если молекула летит вдоль оси Х, и поглощает излучение, его, ее длина свободного пробега в этот момент времени, в этот момент времени, меньше, чем длина свободного пробега этой же молекулы при спускании фотона, то есть при переходе с возбужденного на невозбужденный, который произойдет в результате столкновения. Итак, длина свободного пробега для возбужденных молекул, которые движутся вдоль оси Х, меньше, чем длина свободного пробега для невозбужденных молекул, этой же, только невозбужденной молекулы, при спускании фотона. При спускании фотона. В результате возникает дрейф. В результате возникает дрейф. Молекул этого сорта, то есть те, которые попадают в резонанс, возникает дрейф. Молекул, попадающий в резонанс, в резонанс, и газ, как целая, и газ, как целая, может, и газ, как целая, может сдвинуться, может сдвинуться, может сдвинуться против излучения. против излучения. Ну, в данном случае против излучения. Потому что у нас молекул возбужденное двигалось по излучению, невозбужденное против. У невозбужденных длина свободного пробега больше. И поэтому, если излучение в этом направлении, то вы фактически перемещаетесь против излучения. Вот общая картинка. Общая картинка. Теперь запишите себе основные характеристики эффекта светодетанцированного древнего. Давайте так сделаем. Час-двадцать, перерыв. Да? Как обычно идем. Ну вот, 45, чтобы там перерыв. Час-двадцать, перерыв 15. И снова час-двадцать. Час-двадцать. Нет, просто всегда идут час-двадцать, пятнадцать перерывов. Час-двадцать, пятнадцать перерывов. То есть без 45 минут. Но это только я. А как уж будет другой преподаватель, вы ему не навязываете. То есть как уж он будет читать, вот так и будет. Ну, видите, тихо сидим. А? Видите, тихо сидим. Ну, тихо. Когда вам будет 25 человек, я думаю, что это придет обязательно. Да. Я надеюсь, что вы передадите. Потому что такая ситуация невозможна. Как невозможно, видите? Нет, вас невозможно. Сейчас придет свою Наталья Павловна. Нет, сейчас. Ну, как это? Она год сидит. И сразу пойдет вопрос о том, почему не ходит на занятия. Поэтому здесь. Потому что обещали, что с 16-го. Еще люди приехали. Не смогли приехать. То есть вы хотите сказать, что вам сообщили, что с 16-го начала? Потом первое число сказали, оп, что второе начало. Она домой не успела съездить, завещая. Она неделю слышит. Нет, ну какой-то курс начинаешь с 16-го? Почему третий курс, по-моему, начинаешь с 16-го? А, да, и нам сказали, как третий курс, что мы до тени уже. Второй курс, он у нас в следующей неделе будет. Мы запутались. Как уступили? Ну понятно. То есть все запутались. Мы тоже думали, что мы не начнем. Но когда принято решение, что второго числа независимо, что тут творится, неважно. Начинайте все. Но у нас информация не так хорошо находится. Еще и быть довольны, что это происходит. Итак, задержите себе основные характеристики эффекта СИДа. Основные характеристики эффекта СИДа. Ну теперь немного нажимать. Итак, молекулы в тепловом равновесии имеют распределение Максвелла. Распределение Максвелла значит, это, который определяет вероятность частиц, имеющих определенную скорость в каком-то интервале. В тепловая. Тепловая скорость, корень квадратный, 2хd на поле. Вот распределение Максвелла. Вот распределение Максвелла. Иксовая составляющая экспонента минус 2х в квадрате делименная на В тепловая в квадрате. Ну то есть, эта запись означает R на 2 и на T степени 3 вторых на экспонент минус 2х в квадрате на В тепловую в квадрате. а вот эта вот Макси. Значит, это у нас Fb, а это у нас Fb. То есть, вероятность найти частицу от минус бесконечности до плюс бесконечности Это есть интеграл по распределению Максвелла от минус бесконечности до плюс бесконечности Это будет единица Вот это распределение Максвелла в общем Поскольку мы с вами говорили, что с излучением взаимодействуют не все частицы, а только те, которые попадают в условия резонанса То оказывается следующее То оказывается следующее Давайте вот здесь нарисуем его Пускай это будут возбужденные частицы Вот здесь мы X По-прежнему рассматриваем условия По-прежнему рассматриваем условия Что у нас существуют условия резонанса И по-прежнему рассматриваем только в одном направлении для простоты Тогда вот здесь Для возбужденных частиц только для них возникнет резонанс А для молекул основного уровня Возникнет провал Возникнет провал Возникнет Итак, посмотрите, что происходит Газ в целом находится в равновесии В распределении Максвелла Поскольку в резонансе взаимодействуют не все молекулы Мы с вами это говорили Только вот здесь То для части молекул Которые попадают в узкий диапазон Вот это видите Это не одна Не одна точка А есть диапазон вот это дельта в Которые вовлекаются молекулы Которые находятся в основном состоянии Молекулы переходят из основного состояния Возбужденные Возникнет Возникает Так называемый пик Берета И провал И провал В распределении Возбужденные и невозбужденные частицы Речь идет только о поглощающем газе Пока буфер мы не трогаем Вы не забыли Что у нас еще и буфер есть То есть тот газ который не поглощает Но он существует Это только для поглощающих Это поглощающий газ Пик и провал Бенета Вот эти вещи называются Бенетовские структуры Возникают Бенетовские структуры Раз это так То есть там фактически Возбужденных не было Моя был Там возник пик Значит возникнет поток Возникнет поток Который направлен По излучению Поскольку здесь молекул больше Чем здесь Вырвали молекул Перенесли сюда То здесь возник поток Возникает Таких больше Идет ноль Итак посмотрите Самое важное что Произошло поглощение Излучение Подводитель газом Который находится в резонансе Возникли Пик и провал Бенета Возникли потоки Йод один и Йод ноль Потоки газа Потоки компонент газа Которые мы можем записать сами вот так Йод альфа Йод альфа Значит Это у нас интеграл В Ф альфа В Вот поток По определению Хиетический поток газа Числовой поток Мет квадрат на секунду То есть единица на мет квадрат числовой поток Туда И обрат Туда Они противонаправлены Но если нет столкновений То эти потоки Согласно закону Сохранили импульс Ну хорошо вырвали отсюда Но если вы их совместите вместе Вы получите такой же максимум Ничего не поменялось То есть если нет Нету Столкновений С каким-то другим газом То в сумме Вы получите Максвелл И газ как целое Никуда не будет перемещаться То есть он не будет смещаться Ни туда ни сюда В сумме И потоки дадут ноль Закон сохранения количества движений То есть полный поток В начале В начале Нету В начале И вот В начале И вот Теперь наступает момент Буфера И так есть газ Есть газ Есть газ Вот Молекула большая А вот Молекула маленькая В данном случае Когда у нас Излучение У нас Вот это ЙОТ А вот это ЙОТ В поперечнику Возбужденной молекулы Больше чем В поперечнику Невозбужденной Вот Здесь Существуют Вот Эти точки В буфер То есть В буфер Между этими молекулами Все время Переход Туда-сюда Излучение Переводит молекулы Из основного Возбужденной И обратно То есть Мы с вами говорили Что Возбужденные молекулы Могут спонтанно Распасться Или Интуцированное Излучение Переведет С возбужденного На невозбужденного И в то же время Есть спонтанная Распада И так вот эти точки Это буфер То есть Те частицы газа Которые Не поглощают Включение Ну как правило Ну например Натрий И к нему Псенон Псенон не поглощает Включение В том диапазоне В котором Поглощает Натрий Посмотрите Возникает Потоп Возбужденных Потоп Невозбужденных Они разные Но трутся-то они О Буфер По-разному У них разные Поперечники А раз Поперечники разные То у них Разной длины И тогда Получается Следующее Что если Вот этот Сильнее Чем вот этот То газ Возбужденный Газ Поглощающий Частиц Начинает Туда Куда смещается Невозбужденный Компания То есть Против Излучения Вот так Излучения В данном Случай Против Излучения То есть Суда Он Начинает Смещаться Если Конечно Омега Больше Нуля Это важно Если Омега Больше Нуля Разница Больше Нуля Здесь Да То есть Газ Начинается Двигать Влево Поглощающий Тогда Согласно Закону Законения Буфер Куда Будет В противоположном То есть У вас Произошло Разделение Буфер В одно Поглощающий Газ Другое Газ Противоположное По Излучению Буфер Туда Пошел А Поглощающий Газ Против Излучения Потому что Поперечник У возбужденных Больше Чем Для невозбужденных Вот Это Трется Сильнее Чем Вот Тогда Весь Поглощающий Газ Увлечет Сюда Понимаете Он уйдет Против Излучения Вот Это Есть Силь Я подчеркиваю Что Мы Не Используем Эффект Светового Давления Излучения Который Делал Это Нет Это Не Световое Давление Потому что При тех условиях Которые возникают Сид Световое давление На порядок Даже не то Что на порядок А на 10 в 4 Меньше Чем Эффект Сида Ведь Эффект Сида Это Фактически Перенос Импульса То есть У вас возникает Сила трения Различная И Газ Мы оценим На следующей части Тепловой Импульс Молекулы И импульс Фотона И вы увидите Совершенно разные Вещи На порядке Отличающиеся И это не Эффект Давления Это эффект Резонансного Сначала Воглощения Возникновения Возбужденных И невозбужденных Частиц Которые Переходят На поступательные Степени Свободы То есть Это эффект Который Нельзя было Сказать Откуда Это может Возникать То есть Когда раньше Светили Каким-то излучением И думали Что это световое давление Нет Это не световое давление Это не световое давление Ну что Отдохнём Давайте Отдохнём И потом Через 15 минут И Hauptолжение следует alles 2 3 0 0 0 0 0 0 0